В Самаре прошла августовская конференция для педагогов общеобразовательных школ, учителей дополнительного образования и руководителей детских садов. На встрече обсудили подготовку к новому учебному году, наградили лучших и подвели итоги сдачи экзаменов. Число 100 бальников в регионе увеличилось вдвое. На августовской конференции за отличные успехи в образовании наградили самых достойных преподавателей. Среди тех, кто воспитывает отличников, и Людмила Басис. Она 19 лет является директором Самарского лицея созвездия номер 131. И смогла повысить его уровень от простой школы до многопрофильного образовательного учреждения, которое сотрудничает со многими вузами Самары. Педагог со стажем получила благодарность от городской думы. Очень приятно, когда оценивают твой труд. Педагогический коллектив Самары, он достаточно высокого уровня. Единственное, конечно, хотелось бы, чтобы побольше молодежи приходило в школу. У нас коллектив очень много молодых преподавателей. Мы стараемся их поддерживать, стараемся помогать им для того, чтобы они удержались в школе. Подготовка молодых специалистов в городе продолжается. Проводятся семинары, уроки городской школы молодых педагогов, конкурсы. Эффективно работают центры наставничества на базе школ для молодых учителей. Ключевой задачей в развитии кадров потенциала в городе является привлечение молодых педагогов. В новом учебном году нам необходимо уделить внимание активизации работы наставников в образовательных организациях. Курсы повышения квалификации для педагогов-наставников и новый городской конкурс школьных наставников помогут нам всем в данной работе. На встрече обсудили новый учебник, который выпускают для всех самарских школ «История родного края» в двух частях. Также в городе появятся две новые школы – на 1200 человек в районе Новая Самара и на 1500 мест на пятой просеке. Обсудили на конференции итоги сдачи экзаменов. В этом году не было снижения результатов. Каждое учебное заведение выдержало свой порог. 700 самарских медалистов с успехом подтвердили свои знания на ЕГЭ, получив не менее 70 баллов по математике и русскому языку. Единый государственный экзамен – это показатель тех проблем, выявления тех проблем, причем объективное выявление тех проблем, которые существуют. Поэтому теперь, чтобы принять какие-то новые решения и чтобы достичь более высоких результатов, мы конкретно знаем, над чем надо работать. Мы работаем с теми детьми, которые показали плохие результаты в тех школах, с теми школами, в которых результаты низкие. Это проводим мониторинги, повышение квалификации. Поздравляли не только преподавателей школ и детских садов, но и также тех, кто занимается со школьниками вне учебного времени. Буду работать и творить еще с большим энтузиазмом во благо Самарского образования и Российской Федерации. С наступающим праздником, дорогие друзья! Помимо школьного образования, на конференции обсуждали реализацию в регионе нацпроекта «Демография». В Самарской области получить бесплатное дополнительное образование и найти себя в новой сфере деятельности может любой желающий предпенсионного возраста. Валерия Куценко, Николай Сидоров, События.